Всем привет! Мы находимся в столице Люксембурга. Люксембург. Вот такая вот тавтология. И идем гулять по городу. Столица с населением 120 тысяч человек. Огромная. Самый большой город в Люксембурге. Мы хотели взять на прокат велосипедик, но оказалось, что там негде возить ребенка. Поэтому идея эта отпала. Что примечательно, что в этом городе живет 70% иммигрантов. Как вам такое? Понаехали тут! Разумеется, большинство этих иммигрантов из соседних стран Бельгии, Франции и Германии. А мы зашли на пешеходную улочку погулять в центре Люксембурга. Такие вот узкие улочки. Люксембургское мороженое. Мне очень нравится, как они делают внешний декор своих кафешек, магазинов. Такая милота! Причем во всех странах, где мы были. Такая милота! Ни разу такой машины не видела. У нас в Израиле такие есть, ну, специалисты. Что за машина? На мини-купер похоже. А вот мы шли, шли, шли. И к такой вот красоте пришли. Видите, оборонные стены. Старый Люксембург полностью вот так. Со всех сторон оборонной стеной огражден. Речечка внизу, домики. Очень симпатично. Людей целая куча смотрит на эту красоту. А вот это перед нами казематы Бок. Там можно под землей лазить, представляете? Раньше была длина 33 километра, а сейчас сохранилась еще на 17 километров. Офигеть просто. Во время войны тоже использовались по нужным целям. А сейчас вот можно... Да, как бомбоубежище. А сейчас можно устроить романтический поход. Но мне такая романтика не нравится. По подземелью. Где-то рядом аэропорт. А вот там вот можно наблюдать современный Люксембург. С новостройками. Но слишком высоких высоток нет. Видимо, все-таки соблюдают архитектуру города. Ну, так, чтобы не сильно она была современной. Флаг Люксембурга. Похож на флаг Нидерландов. Лера уже хорошо пристроилась. Пока мы идем к очередной достопримечательности, надо сказать про языки. Я уже говорила, что три официальных языка. Люксембургский, который учат в школе. Французский и немецкий, которые тоже обязательны к изучению. Например, математику в школе преподают только на немецком языке. То есть, хочешь не хочешь, а учить немецкий придется. То же самое касается французского. На нем предметы в школе тоже преподают. Да, какой-то перечень предметов преподают на французском. Да, получается, что помимо люксембургского, хочешь не хочешь, они будут знать достаточно хорошо французский и немецкий. Можно выбрать немецкую школу, тогда у тебя лучше всего в основном преподавание будет на немецком. Акцент будет на немецком, но и люксембургский, разумеется, и французский тоже. Тоже будут. Да, и английский так себе пока. Как в Германии. Плоховатенько. Ну, мы захотели, конечно, с другой стороны, и так до хрена языка узнают. Ещё нам английский подавай. Это уже наши проблемы, что мы на французском не говорим. Я, конечно, такие маленькие города обожаю. Больше, чем города-миллионники. Они, смотри, что-то делают. Сдают. Честь дают. Это вторая резиденция Великой Резиденции. А, вторая резиденция. А сколько у них? Одна здесь, а другая загородная. А, вон оно что. Резиденция-то какая. Он тут уже работает хотя бы или тоже только живёт? Как бы и там, и там он может жить и работать. Мальчики стоят целый день, но это же ужас просто. Будем считать, что он тут работает. Где-то же ему надо всё-таки работать. Это они сдают друг другу смену. Да нет, что-то он ходит просто. В общем, такой вот рабочий кабинет герцога и герцогини. А во время войны в этом здании немцы устроили таверну и танцевальный зал. Представляете? А часть разных картин, там, такого разного добра натырили и продавали на базаре. Это пипец. Чё-то мне это напоминает. Но потом, в 45-м году, когда закончилась война, всё это назад вернули герцогам, которые были в изгнании и вернулись. Что-то эти солдатики тут делают интересное. Но когда мы у Кремля... Где мы у Кремля видели солдат? На Красной площади. Да, то там те стояли, два солдата, они даже глазом не моргали. Тут всё-таки как-то они себя более свободно ведут. Хотя, конечно... Можно подумать, что это гостиница, потому что написано «Готель де вилле». На самом деле это мэрия Люксембурга. Так, на Люксембургском мэрии. А это собор Люксембургской Богоматери, построенный в 16 веке. Сюда во время Пасхи стекаются очень много паломников из Рима. Рядом находится национальная библиотека. Ну, так написано, по крайней мере. Тут так много разных кафешек и забегаловок, где можно перекусить. И с той стороны, вообще по периметру. Вот что здесь очень круто, так это то, что по всему городу есть вот такие поилки. Водичка. Можно налить себе в бутылку, можно просто попить. Супер, молодцы, что они это делают. А еще очень важный и интересный момент, это что в Люксембурге находится 200 международных банков. Можете себе представить. Это вообще страна инвестиций. Тут также очень много инвестиционных фондов. Людям некуда деньги девать. Вкладывать все давай. Ну и, как я говорила, иностранные фирмы тут имеют место. Их тут 60%, поэтому, конечно, кто-то играет. Прикольно. Почему-то сразу на калинку переключаются. Вначале подумала, что Зара, потом поняла, что Запа. Запа Париж. А тут вот Апт-Апт-Монако. Парижа тут много. Париж тут совсем рядом. Франция. Совсем уж близко. Очень крутая машиночка. Шоколадночка такая. А рядом дядя-бомж. Ну, контраст. Зашли мы, значит, мороженое купить. А тут столько всего. И всё не мороженое. Какая красота! 4-5 евро, 3.50, 3.70. Выезжаем из Люксембурга. Как говорит муж, никакой роскоши мы не увидели. Но очень маленький, миленький и хомутистый городок и страна. Нам понравилось гулять здесь. И прям прикольно, что мы побывали в такой маленькой стране. Молчам. Надеюсь, вам тоже понравилась наша прогулка по Люксембургу. И на этом всё. Пока-пока. Встретимся в следующих видео. А мы поехали дальше. И да, в Люксембурге общественный транспорт совершенно бесплатный. Автобусы и трамваи по городу. Для туристов и для местных бесплатные. Вот это крутяк! Продолжение следует...